Привет, друзья! Мы продолжаем проходить растения против зомби. Часть вторая. Китайская версия. В прошлый раз мы познакомились с новым растением. Мне его подкинули при входе в игру. За что, я не знаю, но мне его подкинули. Возможно, есть такая фича в этой игре. Не знаю. У нас есть три ключа, и мы можем открыть вот этот коридор, который приведет нас к некоторому улучшению. То бишь, это улучшение стартовое начало любого уровня с большим количеством солнышек. Неплохое улучшение, поэтому мы попробуем его добыть. Используем наши ключи, чтобы открыть этот коридор. здесь надо пройти три уровня, чтобы получить это улучшение. По Египту знаю, что это непростые задания, друзья. Давайте смотреть, что там. так, пушки, бочка, чайки. Много всего будет. А здесь, наверное, лучше всего сконцентрироваться на шипах. Малые не могут далеко пройти по шипам, но также понадобятся кукурузы. Наверное, еще и кукурузы, потому что чайки-то пролетят в любом случае. Поэтому ряд сделаем кукуруз, а все остальное, наверное, шипы. Попробуем. Посмотрите, нам также дают черри-бомбу, значит, она здесь нужна. Ну, раз такое дело, будем ее, конечно, использовать. Буквально здесь вот кукуруза немножко посажу, хотя кукурузу вообще, наверное, можно было бы только одну посадить, я так думаю. Почему? Потому что... Так, чувак, он здесь. Так, есть у нас еще один ключ. Так, есть у нас еще один ключ. Тури-бомбитый? 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 давайте подрывать потому что их там много к тому же эти пушки против вот этих вот аптечек по любому надо использовать кукурузу другому никак вот 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 Продолжение следует... 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 уровень такой не слабенький и это только самое начало в этом коридоре что там будет дальше сейчас узнаем а здесь нас пушка попугай есть один подвох у нас будет мало солнца но как мало как вы можете видеть из того набора что нам дали нам нечем бороться с чайками мы никак не можем убрать чаек кроме как вот этой пушкой это вот такой вот стекла у разработчиков чтобы мы вот пушки были к против чай кто расставили все равно мы попробуем выиграть выиграть здесь можно сделаем ставку на шипы и вот эти пушки ну Сейчас мы получим некоторое количество монет в Солнце за счет Пленфуда. Тратить мы, пожалуй, не будем ничего такого, все здесь нам будет нужно, поэтому копим денежки. Очень скоро к нам придут, к нам уже идут. Я не зря разместил так в стены орех, потому что зомби все время буду подбрасывать очень близко. Тут очень важно, чтобы никто не мешал. Солнце за счет Пленфуда. Солнце за счет Пленфуда. Солнце за счет Пленфуда. Чайку обязательно надо убирать пушками, по-другому никак. Скоро начнутся, что называется, неприятности. Попугай. Попугай утаскивает на стену орех, но это ладно. пушкам. 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 Пушек. Продолжение следует. Ну, малые, я думаю, не дойдут, точнее дойдут, да, но не причинят много вреда. Так, что-то я малостью зазевался. Давайте вот как сделаем. Смотрите, они не позволяют пушки, вернее, вот эти малые, они идут, идут, и через них невозможно прострел сделать. А в этом проблема. Хотя можно, например, подкормить ту же пушку, да, и сделать этот прострел. Ну вот, я стреляю, здесь малой был, и из-за него я никуда, можно сказать, потратил выстрел. Вот они, когда идут, видите, они не сразу как бы падают, а спустя какое-то время. Ну вот, опять же, вот эти помешали выстрелить. Давайте все равно вот так пальнем. Думаю, есть смысл в этом. Пройдет, нет? Если проедет, то мы подкормим пушку. Не успели проесть, попугаи тоже убрали. Да, это была последняя волна. Какой себе уровень любопытный. Единственное, я не заметил бочки, наверное, они были, но вот что-то я их не заметил. А, ну ладно, что, забираем звездочку. У нас еще даже оставался плентфуд. Так, ну это, наверное, самый сложный будет уровень. У меня уже шесть ключей, смотрите, я могу сразу вот этот коридор открыть. Но в коридорах быстро ключи набираешь, потому что там такие интересные уровни. Приходится часто рестарты делать, и в этот момент получаешь ключики. Почему-то этот уровень, друзья, очень сильно тормозит. Не знаю почему, пробовал несколько раз перезапускать, но он все равно тормозит. Интересно, уровень. Здесь у нас не будет подсолнуха. А надо будет, в общем, строить защиту. Исходя из того, что есть, оно вот как, непонятно. А, ну будем думать, да? А будем думать, друзья. Максимально экономить будем, конечно. Давайте, вернее, вот здесь вот еще его оставлять. Чувак подойдет, мы его малость приморозим, чтобы он не грыз наш орех. А, ну вот уже не приморозим. Ладно, он все равно сдохнет как бы. Я тут малость задумался, как лучше построить всю эту стратежку. Очень мало солнышек падает. Возможно, есть смысл вот эти вот шутеры. Приобретать, ну вот видите, да, мало очень солнца. Реально, очень мало. Ну, естественно, капуста. А кулдаун такой у нее существенный, надо сказать. Стен орех не можем пока что приготовить. Ну, от этого чувака, наверное, избавимся. Здесь нельзя ни в коем случае ничего лишнего брать. Ладно, сделаем так. Нужны срочно шипы сверху, но у нас нету. На шипы у нас нету. Давайте так сделаем. И вот так. Смотрите, сейчас выстрелили, да? Ну ладно. Нам нужен обязательно орех, и нужен срочно. Ладно, используем. А это растение. Потратились, конечно, потратились, но тут как по-другому, да? Скорее всего, орехи надо вот защищать. Вот этот вот орех мы можем защитить, по сути, да? Либо заменить, сейчас посмотрим. Или уже пешутер взять двойной или динарный. Давайте, наверное, все-таки вот этих чуваков. Да, потому что у них там плэнфуд есть. Плэнфуд нам очень важен сейчас. Не могу знать, где кто что проезд. Ну вот так вот сделаем. Ну, я могу еще бобы использовать, если что. Малые, я думаю, здесь не смогут ничего проесть, но посмотрим. Они очень так активно кушают. Может быть, у них и получится. Вот этот чувак мне нужен. А сейчас подождем. Может быть, кто-то еще появится на линии. Вот зря я сюда положил, здесь вот крепкий орех. Ну ладно. У нас есть еще соточка. Наверное, он сможет съесть. Или вот эти тюпы тоже смогут, сейчас посмотрим. Так, с теми разобрались, этот кушает. И кушает так неплохо. А выдержал орешек. Неплохо, можем его подкормить, кстати. Думаю, это резон, а вот ведро. Ведро не знаю. Давайте вот так делать. Не знаю. Но я думаю, ведро тоже тут особо не нагрызет. После чего есть пленфуд. Можем потратить. Одно ведро можем вот так вот убрать. Смотрим, что будет. Тут есть, в общем-то, шутер. Ну, я думаю, справиться с ними. Финальная волна, судя по всему, я так думаю. Может, нет. Вот здесь вот орешек подлатаем. Его точно надо латать. Ведро выкидываем. Второе ведро будет коцать на шутер. Главное, чтобы малых не забросили сюда, такое иногда бывает, когда пушка очень сильно выстреливает. Они могут и сюда залететь, или вот куда-нибудь прям на орешек попасть. Вот, видите, как они активненько начали хавать. Но это на самом деле не страшно, потому что у нас есть подкормка, поэтому мы защитим орехи. И они не смогут их проесть. Вот этот чувак кушает, потому что он непосредственно на орех приземлился, поэтому его придется убивать вот таким вот образом. А, еще один чувак снизу, смотрите-ка, я его не заметил просто. Давайте вот так, наверх. Видите, да, что пушка может выстрелить о малых практически куда угодно. Ну, все, мы с ним разобрались. Ну, так вот я прошел этот уровень. Не сказать, чтобы он очень сложный, я так и собирался его проходить в самом начале, но мне там игра зависла. Почему-то тормоза идут по вот этой игре в некоторых местах. Ну, ладно. Забираем звезду. Отлично, мы получили это улучшение. Ну, что ж, друзья, я думаю, на этом завершим серию. В следующий раз продолжим, наверное, открывать этот коридор. Получим вот еще одну дополнительную ячейку для растений. Это очень нужная вещь, без нее нам будет сложно. Лопата также нам нужна. Посмотрим. Здесь вот меньше требуется ключей, поэтому пойдем сюда, наверх. Я благодарю вас за просмотр. Всем удачи и пока. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok